В Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1035. События дня. Откровение 22. Тут по порядку все беру. «Все гряду скоро, возмездим ее со мной, чтобы воздать каждому по делам его». 22.20. Свидетельствующийся ей говорит «Ей гряду скоро, аминь». Ей пригряди в Господе Иисусе. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Не отобрал, а лучше будет подвязаться. «Все гряду скоро, блажен соблюдающие слова пророчества книги сей». За 16 октября 2018 года. События. Вот в город приехал, все. Сидишь дома. Какие события? Приехал Игорь, записал события Потеряевки. Ну, Надежда Васильевна обедает тут и уезжает. Потом посмотрите. Днем еще у меня здесь голубятня, к голубям слазить. Мои дела какие. Семещик специально набрал, их прикармливаю. Они голос мой вспомнить не могут. Заново восстанавливаем дружбу, как с пчелами. Красивый какой-то голубь ко мне залетел, чей-то. И так осторожничает, но все равно залазит на ночь. Такой коричневый с хохолком и лохмоногий. Видно будет дальше. А для меня это событие. Прибыль такая. Вот так. Володя вчера ходили, там ездили на кладбище. Нина Жолнирова, муж Виктор Матвеевич умер. Тоже заснял, Володя принес. Тоже выступлю потом. Увидеть, как наши люди там взяли Евангелие. Это красное по благословению патриарха Кирилла изданное. Очень хорошее. И дальше они раздают, работают там для живых. Люди ходят и думают, что не я. А наша-то где она? Рядом смерть тут. Не за горами, а за плечами. Вот, вот, Надежда Васильевна Гликерия тут держит. И мы с ней на улице тут побегали. Под яблоньки собрали яблоки. Небольшие яблони. Яблоки. Ну, собрали, поели. И вот день-то идет. Работаю. Вчера вечером пришлось ролик создать новый. По объяснению, кто это на меня. Клепает. Что за новый шермец-стервец. Бывший у нас в общине ушедший еретик. Изменник, прелюбодей. И к нему лезут всех, которых я знаю, убийцы. Прямо в буквальном смысле убийцы. Ну, вся, говорит, шушера вокруг. Что Вал, Вал, это он меня называет Мироном. То есть, ему разницы теперь никакой нет. Был православный. Все потоптал. Седьмую заповедь попрал ногами. Ну, и вот объясняю я. И там хотел места показать. Когда он еще создавал темы на нашем форуме. Абсолютно бессовестный. Вот человек, как образец похуливший Духа Святого. Так думаю. Ему разницы никакой нет. Перерез передними, перерезай задними. Как Лев Толстой пишет в Хаджи Мурате. Убийцы. Ну, вот. А дальше показывает, что за это время у нас сделано. Он ничего не делает. Не работает нигде, даже физически. Я что могу сказать. Родственники все его оттолкнули. Он ужасный человек. Браки разрушают, где не появятся. И везде цепляются. К Баптистам ринулся оттуда. Поперли, говорит. Ни тесть, ни тещи. Никто не желает с ним говорить. Ни родственники. Даже говорить. Как с поганцем. А он тут рассказывает. На нашем ролике идут занятия. Там вообще ни к чему. Надежду Васильевну я не выпустил. Ей надо подальше обходить. Меня не надо трогать. И все эти подкаблучники. Как они поднялись. Все эти бабники, юбочники. Я их знаю. Которые там отзывы-то дают. Комментарии на их ролике. Вала, Игла. Игла. Написать-то правильно не может. Г маленькая, я маленькая. Игнать, Илла, Лапкин. Еще такого нету. А показать, какой я плохой. А он такой хороший. Такой замечательный. И сидит. Там снимки свои поставил. Развалился. Мертве-смертве. Состекленевший взор. Ничего не понимает. Снимки сохраняются. Только где-то поедет. Там озеро какое-нибудь. Шашлыки они готовят. Жены раздетые ходят. Ну, срам один. Даже глядеть не на что. Дети подрастают. Трое уже дети были здесь. И всех отравил. Отравил. То есть, никто не ходит. И им это ничего не нужно. Ну, такой раздрай. Жена еще держится. Благословен Господь. Ну, вот это было объявление наше. Выставляем. Можно тормознуть здесь. Задержать и прочитать. Здесь безобмана все. Все снято. Ролики. Как мы хоронили ее. Сами люди просят адрес. Вот, даем телефон. Куда перечислить можно. Что средства эти никуда не деваются. Дети подрастают. Будет нужда. Вот. Сердор Ездор пишет. Слава Господу нашему, что вы несете свет и надежду человеком. Аллилуйя. Аминь. Игнатий Тихонович, отвлекшись от работы, пишу вам. Не выдержавшись той радости на душе при общении с вами. Мне охота на все услышание благословлять Господа Бога нашего Иисуса Христа. Приезжал это там из мусульманской среды человек. Принял Христа, крещение. Я отвечаю. Как только сможете, так попроситесь по скайпу и общее. Это общее для всех пишу. Принять могу с 4 до 64 днём по Москве. У нас всё записывается и выставляется в интернет. Поэтому никаких тайн, личного, ничего. У вас у меня обязательно должен быть глазок веб-камеры. Если кому наши такие условия не подходят, они таятся и боятся, то просим таких нас не беспокоить. Не принимаем. Только напишите сразу, кто вы, имя, фамилия, место и чего хотели бы. Ну и дальше пишу, чтобы не чаще, чем один раз в день, заходить на страницу скайпа, вбрасывать материалы. Раздаются звуки в виде квакания, отвлекает от работы. Евгений. Доброго вам дня, Игнатий Тихонович. Расскажу вам небольшую историю. Где-то в середине этого года, в середине года, встретился мне ваш замечательный канал. Это новые люди совсем. Но эти-то, которые вокруг меня топчатся, там у них ничего нет. Нигде нету. За кадром. А здесь видят общину, сидят, занимаются. Ему надо залезть в чужую хату и тут нагадить. Но это никак не прививается. И каждого смотрит. Смотри, какие глаза. Смотри, дети рядом учатся. А у меня вчера тут говорю, это уже жена сидит, и нужды нету. И все ваши детище. Вера окрепла, но вместе с тем и стала появляться уйма вопросов. Однажды решил их фиксировать, что и стал делать. Позже, немного позже, думаю о себе. А позвоню-ка или свяжусь с Игнатием Тихоновичем. Вот он-то мне даст вразумительные ответы. Прошло немного времени. Начал посещать храм каждое воскресенье. Пускай там что-нибудь говорят, но вера окрепла еще сильнее. Благодати стало больше. Но и бес стал виднее. Как бы печально это ни звучало. Вопросы я перестал записывать. И тем более от вас я узнал, что связаться с вами можно. Только будет в октябре. Поэтому стал ожидать. В душе таило одно. На некоторые вопросы ответы стали приходить отовсюду. И от всех уголков нашего пропитанного верой мира. Я понемногу готовлюсь к отъезду на работу. Как я уже сообщал, тружусь в Европе, Франции, Германии, Польше, Лексимбург. Племянник-водитель в тех же странах. Молод, но задорен. А я строю корабли и нефтяные башни, которые в океанах добывают сырье. Нефть. Там сложно, сложно не только там, так сказать, везде несахарный буряк, свекла. Имеется в виду то, что верующих очень мало, а вот людей хороших достаточно. И вот на сегодняшний день я получил ответы на все запечатленные вопросы. Но глубина этих вопросов расширяется. Радиодействие тоже. Но и понимание становится обширнее, приятнее к осознанию. Поэтому считаю правильным не тревожить зря реальность и не тратить ваше время, которое очень драгоценно. Ну, все-таки зашел, ролик будет стоять, записали. У меня есть сестра старшая, живут они в Селии, держат пять коров, четыре теленка, десять свинок, много птиц. Но они не верующие, в доме есть иконы. На большие праздники посещают храм, сын их работает в Европе, водителем. Ему двадцать, но он более расположен к вере. Мать моя тоже не верует, лишь в душе много грешит. Отец мой очень добрый, очень-очень совестный. Всем помогает и в селе, в городе, но не посещает храм, не молится и ничего не делает такого. В семье никто не пьет и не курит, никто и мата не проронит. Но веры очень мало. С матерью очень сложно. Вот отец на днях возвращается из села, мне немного будет легче. У меня есть просьба помолиться за моих близких, потому что мне сложно жить в такой среде, где на меня давят, что я верую. Буду вам очень благодарен. Да поможет тебе Господь, Евгений. Еще, если вам нужен видео, материал для канала, то я могу с вами связаться по скайпу и бы все так и задать вопросы, на которые уже получил ответы. Хотя каждое очередное видео, очередная притча, еще одна глава Евангелия словно луч света. Вот даже маленький пример, читая Аудорофея, нашел в доме Гедеоновский завет. Прочитал от Матфея, но сомнения откуда-то были насчет моего выбора. И буквально вчера у вас на канале я услышал, что лучше читать православную рукопись, за что огромное спасибо. С уважением, Евгений. Я оказал, в доме у него Библии нет, работает за рубежом. Я говорю, да какая же это цена Библии-то? Нет Библии. Это первый раз встречаю. За рубежом работает, на важных работах. Но ясно дело, по нашим деньгам он получает, ну не 7 тысяч, как я. И Библии нету. Ну я так поговорил с ним. Позже посмотрите ролик. Евгений, смотрите же. Галина Влеска. Я почему имена не ставлю? Потому что недруги шарятся здесь и находят кто. Вы узнали? А по интернету легко найти. И дальше они его заваливают гадостями. Они ничем не занимаются. Шакалия порода. Но они вокруг моей колокольни мощатся и лают непрерывно. Вылавляют кто выходит. Поэтому не всегда показываю фамилию. Которые крепко стоят. Вот Галина Влеска. Прямо показываю. Все, она была у нас. Это те, которые у нас не были. А которые были, они другие. Вот пишет она Андрусенко Александру. С вами можно делать все, что угодно. Это она, он пишет ей. И вы по-прежнему издевающихся над вами, а по сути над верой, антихристов будете называть христианами. Да откроет вам Господь глаза, если это возможно. Это он пишет Галине Алексеевне. А Галина так. Да, Саша, христиане, люди, книг и мира. Над верой и надо мной и ТЛ, то есть на меня это все. И ниже с ним не издеваются. Надеюсь, что так и продолжится в будущем. Мнение на расстояние сомнительно всегда. А комфортные условия Христос не предлагает. Аминь. Работаем, Саша. И прежде всего над своей душой. Бог разберется. И дальше Александр пишет. «Тело Христово не может состоять из нечистого, ибо оно взято свято. Тогда то, что вокруг вас, это не тело Христово, а сборище лицемерное». Человек потерял православную веру и вот говорит такие слова. «Сборище». Я ему ничего сказать не могу. А для него это сборище. Вот у него вокруг, я вижу, к кому он располагается, пусть даст самоопределение. Люди не в церкви Христовой. Нет. Еретики, сектанты разные. Она там песенки поет, там Симон ходит. Вот это его. Зачем это? А против я ничего не скажу. А вы говорите, да, мы люди книг и мира. Но книги, видимо, какие-то другие, не Слово Божие. Это и мир. Мир оправдания грешащих, а не мир Христов. Кого грешащих? То есть не себя, нет. Теперь уже сколько не причащается, поносит веру. Я думаю, что он придуряется, нарочно. Человек-то очень добрый. Добрый. Я против его ничего не могу сказать. Ну, не могу сказать. Как говорят, любимцы мои. Сказала она же все. Вне церкви смерть, вне церкви нет спасения. Там тебя обидел епископ. Что-то построил. Не оценили. В это верю. Ну, а дальше-то что? Все. Показал себе малодушие. Хлопнул дверью и ушел. Ушел-то куда? Никуда. Никуда. И теперь сердце наполняешь. То ли действительно он так думает или нет, я-то этого не знаю. Но мне кажется, придуряется. Человек-то добрый. Он не должен так говорить. Сборище, то другое. Тем более, был в Потеряевке. Принял крещение с полным погружением. Всегда улыбчивый. Жена такая красавица. И такие слова. Ну, не верю я этому. Александр не такой. Это кто-то прирепляется тут. Или он нас испытывает, как мы себя поведем. Любим мы тебя, каждый день молимся. В этом, Александр, даже не сомневайтесь. Вы наши близкие, такими останетесь, что бы ты ни говорил. Я отвечаю за свои слова, а ты за свои отвечать будешь. Даже шутейно нельзя говорить то, что говоришь здесь. Потому что сатана рядом слышит и отнимет разум. И тебе ничего не поможет тогда. Ничего не будет спасающего. Лука. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам. Но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Ну, не одобряется же это разделение. То есть люди, которые не уверуют. Разделился-то ты, а не мы. Мы какие были, такие остались. Они, говорит, вышли от нас. И через то обнаружили, что не все наши были. Помоги тебе, Господи, Александр. В ваших понятиях многое перевернуто. Там, где нужно отделяться от согрешающих. Вы говорите о терпимости к таковым. Где нужно обречающее слово, вы отмалчивости предпочитаете. Это называете жить по-христиански. Вот испытывает Галина Влескина. Сашечка. Сила наша в нашем многообразии. Это раз, а два. Спаситель запрещал называть даже себя святым. Потому что лишь один Бог свят. Ну, тут я не знаю, где она это взяла. Там написано. Един свят, един Господь Иисус Христос. Как раз святой он. В процессе развития веры слово святой представители люди представили. И к церкви, и к мученикам. Ну, конечно, так и есть, к святые мученики. И к воде, и к образам. То есть, представили справедливо. Так верили мои предки, что всю память задвинуть, что ли, за комод. Нет, братец, не пойдет так. Я копчила, собираем полезные, каждый в свой домик. И в храм своей души. Почему? С большой буквы души, не знаю. И принесший нектар, долго работаем над ним. Пока нектар медом духовным не почищет из корней нашей души добрыми делами. Саш, ты сам все знаешь, дорогой христианин. В басне плетения обличителей ИТЛ, то есть Игнатия Ильича Лапкина, мне напоминает истечение, и спасти чужого, одноименного Амерфильма. Американского фильма. Надо же было зациклиться на чужой теме. Придумать новое слово «лапковщина». Это не облищение, но я же не Лапков. Даже слово «лапковщина» никак не подходит. Сохраняется это, а дальше «щина» добавляет. Ствой или «щина». Это не облищение, а «травля» называется. Как ни стыдно, взрослые люди. Запал кровавого террора еще не прошел бесследно население нашей страны. Хорошо, говорит. Распоясанность и наглость к старшим по возрасту меня удручает. За то, что сделал и делает ИТЛ для нашей с тобой страны. Ему можно только в ножки поклониться, а не выискивать его промахи человеческие. Даже слово «промахи» какие. Что увидели, что там на занятиях, там жену не пропустила, около себя, вокруг обошла. Ничего нету. Я показал, все вместе. Там ничего нету. Нету. А то ли сатана им кровью глаза залил. Это так надо лаять. Ну, дальше-то вы сидите на месте. В это время у меня сколько нового появляется. Какие встречи, беседы, скайпе. У вас ничего нигде нету. Совершенная пустота. И поэтому вы вокруг меня-то и лаете вокруг. Обличите ли благовествовали бы лучше на перекрестках дорог, в тюрьмы, в больницах, в школах и так далее. В святой церкви святые мученики. И даже я, гречница, в ней моя надежда ко спасению. Узко не берем шире, Саша, шире познание, общительность, моление. Но путь тернис и узок. Узрим ли наше солнце Христа в конце жизни? Донесем ли свой крест? Вот, широту и многообразием, и отличительно православие от иных богов познаний. Хорошо, говорит. Приезжай ко мне в гости, наговоримся. Пойдем с тобой на благовестие, в экстренную хирургию. Унесем болящим памперсы и Евангелие из нашего штаба милосердного. Поклон сестре Светлане. Всех благ. Спаси Христос и с Богом. Глина Влеско. Мир вам. Вот такая послелетняя переписка. Да, Игнат Тихонович. Что-то подустало с Александром Андрусенко долго варить кашу. Прям-таки Федорина горе. А засыклился на одной скучной теме, опасаясь и я превратиться в квадрат. Что ему еще не хватает для своего духовного развития. Что? Молюсь за него. Уцепился за свору обличителей. И крутится вокруг одного и того же. Как жаль, беда-то какая. Тема. Засада на ИТЛ. Мне напоминает. Не отвечать ему. Благословение Господне вам всем. Ну, о чем отвечать-то, когда ничего нет. Вот они вокруг меня крутятся. Так это награда. Я страдаю. Это не как они. Не постарал как вор, посягающий на чужое. Я не посягаю. Это Петр говорит. А если как христианин, прославляй Бога за такую участь. Блаженного когда будут поносить. Они не понимают. Для меня это блаженство. Я их всех благословляю. Благослови их, Господи. Каким унижением они себя ставят, чтобы мне славу дать. Славу. А я вчера показал, что за это время было сделано. А они все вместе сделают это никогда. За 10 жизней не сделают. А почему тут благодать у меня? Благословение Господне призабильно. Это всем понятно. Всем, даже не другом. Сердар пишет. Всем огромный низкий поклон. Игнатий Тихонович, я где-то споткнулся. Бывает, на утреннюю молитву не могу встать. Но не отчаиваюсь. Слава Иисусу Христу! Поверяет сестра Татьяна Кузьминиша. Будет меня, сплю или нет. Да, хотел спросить. Бывает, что в среду или в пятницу с утра до вечера ничего не ем. То есть пощусь. Правильнее будет, если я попрошу у батюшки на это благословение? Я отвечаю. Правильно. Александр Марьясов. Мир дома вашим, Игнатий Тихонович. Встреча не состоялась. А так хотелось увидеть батюшку Якима. Батюшка позвонил с 7-го числа и сказал, что с батюшкой Яном из Тула и еще с двумя товарищами поедут в Анапу. Мы договорились, что заедут ко мне, переночуют, пообщаемся. И они дальше в путь. Прождал всю неделю. А потом подумал, что они миновали Краснодар, уехали сразу в Анапу. Позвонил. Батюшкин телефон вне зоны доступа был. Я тогда написал ему сообщение, что хочу поехать в Анапу и там увидимся. Мы с Надей в пятницу пораньше, чтобы засветло доехать. В 2 часа дня поехали в Анапу и уже на подъезде к ней звонит батюшка Яким, что он в Феодосии. Вот так и не увиделись. Ну, все сказать. Я вообще против поездок его умолял и просил не ездить никогда. Умрешь, дорога, я говорю, никому это не нужно. По мощам, да по монастырям едет. Там ничего, я говорю, нет для тебя. Ну, вот сегодня вот эти вот 10 роликов поставил с утра. Так. А вот у Никиты. Посвящаемость. 9 тысяч возвращения. То есть ждут Никиту. Ну и наши ресурсы. Мой мир, вот он, я люблю его. Там другой есть я с голубем, туда не писать. А здесь моя почта. Вот. Вот. Вчера беседовали тут мы с Юрием Соболевым. И вдруг я не могу. Не открывается форум. И так до утра не открывался. А потом открылся. Я хотел показать, что этот негодяй пишет. Безумный, безумный человек. Потерял веру. Клевещет, что монашки там все аборты делают. В мужских монастырях сплошной вал идет. Садомский грех. А сам блудник. Блудник. Я уехал из Потеряевки. Не такие. Не уехал. А выгнали тебя. Выгнали. Крестный ход прошел. Его вымело оттуда. С запретом 3 года вообще не появляется. Вот Бог отнимает разум в первую очередь. Жена приняла его. Что прелюбодейка созналась. Потом там будут свои неврядицы. Ну понятно. Разрушитель. По Корану и по Ветхому Завету он должен был сразу же быть убитым. Прелюбодействовал замужней женщины. Когда в храме мы молились. А он шарился. Маленький лесок тут. И он зимой протарил туда тропку. Интересно. Весной все березы, где он шел, или задевал их, или как все засохли. Просек от засохших деревьев было. Это нельзя просто так создать. Никто внимания не обратил. А это шел блудедей. Потом кинулся и на мужа. На мужа. И чуть не убил его. Ну что спрашивает. Сатана. Она меня ваал. Там все это назовет как нейрон. Другие там прилепляются. А это убийцы. Убийцы. Натуральное. Физическое убийство. За ними счастливцы. И вот они нападают. Ну что сказать. Венец сплетаете. Я благодарю Господа за вас и за вас молюсь. У меня дня не было, чтобы я за них не молился. Тем более все они пришли через мои занятия в университете. Все они крестились у нас в озере. Все. Поэтому были, говорят, вышли от нас и обнаружилось, что не все наши. Ну и дальше вот видеоканал православный. Большой. Ну вот православный библейский сайт. На этом можно сказать все сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.